Мы сегодня начинаем новую тему о семье, о еврейской семье, и я ее называю шалом байт, что означает, что мир в доме, мир в доме или гармония. Видите, положение в семье мира, вот этой особой еврейской атмосферы, связано с словом шалом. У нас обычно слово шалом это что? Просто мир переводится, да? Но слово шалом имеет много значений. Это мир, согласие, покой, спокойствие, невозмутивость, доброжелательность, дружественность, миролюбие, добро, доброта, благодеяние, благодарность, взаимность, любезность, привязанность, нежность, любовь, здоровье, крепость, сила, могущество, выносливость, стойкость, прочность, жизнеспособность. Благо, благость, блаженство, счастье, благословение, благоденствие, благополучие, благосостояние, благосклонность, благорасположение, одобрение, покровительство, почитание, полнота, цельность или целостность, монолитность, проникновенность внутреннего единства, неделимость, нерушимость, спаянность, сплоченность, однородность, нетронутость, неповрежденность в разуме, в теле, в имении, гармония, законченность, завершенность. Рассвет, процветание, преуспевание, обеспеченность, изобилие, избыток, Довольство, сытость, удовлетворение, а также наследство завещания, Еще безупречность, безукорызненность, абсолютность, совершенство, Ясность, истинность, зрелость, опытность, правильность, справедливость, Защищенность, твердость, верность, надежность, возмещение, компенсирование, а также избрание, принятие, признание, доверие, посвящение, святость, а еще неприкосновенность, свобода, неподсудность, все, что содействует наивысшему благу человека. И все это включается в одно слово «шалом». Можете себе представить? Вот если я говорю кому-то «шалом», то я ему желаю всего этого. И вы согласны, что все это надо иметь в семье, да? Поэтому «шалом» – байт. Байт – это дом. Байт – это то, что строится, да? Вы помните, мы говорили «бен» – сын, означает строитель, да? Аббат – дочь. Она имеет тот же корень, что и дом. И еще «шалом» – одно из имен Бога, да? Помните, ягва – «шалом». Итак, «шалом» – это всякая полнота, всякая законченность, всякое благополучие и также гармония взаимоотношений. И все это каждый из нас может иметь в своем доме. Поэтому мы будем изучать такие вопросы. Тора об отношениях в семье, традиции еврейской свадьбы, гигиены сексуальных отношений, числота еврейской семьи, запрещенные сексуальные отношения, правила секса, проблемы сексуальной жизни, что такое еврейская жена, что такое еврейский муж, какое их положение в доме, их служение в доме. А также будем говорить об отношениях в семье, о проблемах развода, консультирования и о воспитании детей. Я надеюсь, что мы успеем уложиться в эту неделю. Правда? Давайте начнем, как говорится, с самого начала. Первый еврей, кто был? Авраам, да? И с самого начала, когда Бог избрал Авраама и сказал ему, лех, леха, помните, и что говорится? И ты будешь благословением, семени твоем благословятся, что? Все народы. Но русский перевод – это неточный, потому что мы уже с вами изучали и смотрели, что там написано. Миш, поход, да? Все семьи благословятся. Видите, народы, семьи – это как бы синонимы. Народы происходят от одной семьи какой-нибудь, которой присоединялись другие люди, да? И вначале возникал род, потом племя возникало, потом народ, потом нация. У евреев вот эти семейные отношения, они продолжают сохраняться, так как в библейские времена, ну, вот еще армян такие большие есть семьи, правда? Вот, на Ближнем Востоке мы можем видеть, среди арабских народов подобные семьи. Но все евреи – это одна огромная большая семья. Мы давали уже определение, да? Евреи – это не просто народ, это не просто нация, это не просто какая-то группа людей по религиозной сущности, или, допустим, живущие в каком-то определенном месте, но это что? Семья. И у нас есть сколько отцов? Три, да? Авраам, Исхак, Яков, и четыре – матери. И мы имеем духовного отца, и мы находимся в отношении чего? Завета. И когда Ишуа говорил о церкви, и апостол Павел говорил о церкви, с чем они сравнивали это? С семьей, правда? Вот как Ишуа занимает положение в церкви, так муж занимает положение в доме. Так же самое и жена, так же, как церковь по отношению к Ишуа. То есть, вот эти положения Завета. Итак, значит, мы говорили, что семья – это что? Это самая основа всего. Недаром еврей Карл Маркс сказал, что основа общества – это что? Семья. И если вы заметили, если начинает где-то действовать дьявол, а в церкви дьявол тоже действует? Да, тоже действует, мы это видим. Дьявол будет настолько действовать, насколько будем давать ему возможность. И вот, заметьте, если где-то в церкви или в какой-либо религиозной организации учат, и это учение направлено на разрушение семей, на разрушение связей между отцами и детьми, то можете смело говорить, что это не божье учение. А какое? Дьявольское учение. Все вам скажут, что надо отдельно сделать домашние группы. Допустим, если есть, по интересам, пожалуйста. Но были такие случаи, когда я был в одной общине, и говорили, что жена должна ходить на одну группу, а муж должен ходить на другую группу, да? И я сказал, что это совершенно неправильно. И так до сих пор считаю, что это что? Это не божье. Это не божье. Кто такие вещи подсказывает? Правда? А именно коммунисты пытались в свое время воспитывать детей вне родительского дома, начиная с детских садов, да, школы и так далее. И разрушение семьи, вы видите, к чему привело? К разрушению всех отношений. И отношений в государстве, и отношений с Богом, потому что так как мы относимся к отцу, так мы относимся к Богу. Правда? Вот. Мы это видим постоянно. Или у Гитлера тоже были идеи. Где-то около 20 тысяч детей были собраны, причем это были элитные, так сказать, генетические дети. Их называли дети Гитлера. Они от самых красивых женщин и от самых выдающихся представителей арийской расы. И вы знаете, что половина из них оказалась умственно неполноценными. А почему? Потому что они не были в семье. Если ребенка до года не брать на руки, то, как правило, этот ребенок отстает в умственном развитии и может даже умереть. его кормят, ему все дают необходимое, допустим, перепеленают, но его не держат на руках, ему не говорят ласковые слова. И что делается с ребенком? Он умирает. Правда? То есть это абсолютно необходимые вещи. Если дети оказываются в каком-то детском доме и у них нет родителей, это вправду на всю жизнь откладывают на них. Поэтому есть семейные детские дома. У евреев детских домов не было, но у евреев есть заповедь брать на воспитание детей, которые являются сиротами. И мы знаем, что Бог больше всего заботится о самых несчастных, самых щербных людях. Это кто? Да, это сироты, это вдовы, это те, которые лишились мужа или лишились одного или обоих родителей. То есть это те люди, которые живут без семьи. То есть жизнь без семьи с точки зрения еврейской это самая тяжелая жизнь. Вы понимаете, евреи спрашивают, есть ли жизнь на Марсе? Ну, вы знаете, там минус 30, воздух разряженный. Говорят, разве это жизнь? Правда? Если жизнь без семьи, можно жить. Но это существование, как давали определение, что жизнь это существование белковых тел. И видите, когда была хава сотворена из ребра Адама, то ни один мужчина без женщины, ни один за женщина без мужчины, и не оба они без шахины. Так говорит Берешит Раба. То есть комментарий к какой книге? Берешит, да? Жена была сотворена из ребра. Мужчина и женщина это что? Одна плоть. Но в супружестве еще что присутствует? Или кто? Шахина. Шахина. Присутствие Божие. Итак, хава была сотворена из самого Адама, но ныне и далее по образцу нашему подобию ни мужчины без женщины, ни женщины без мужчины, и ни оба они без шахины. То есть без Бога, без Духа Святого. Христианская традиция совершенно по-другому относится к супружеским отношениям, чем еврейская. Вы помните, что даже само название это что? Брак. Мы говорим. Что такое брак? Нечто поломанное, да? Вот если девушка не вступает в семейные отношения, она девственница, она целостность. Да, она целая. Если она вступает в супружеские отношения, это что? Нарушение целостности, брак. И вот что мы хотели, то и получили. Что мы говорим, то и получаем. Как вы яхту назовете, так она что? И поплывет. Вот отсюда и столько английское слово того же корня, да, брэк. То есть разрывать, да, нечто разорванное. И мы заключаем брак и удивляемся, почему получается брэк. Да? Поэтому мне нравится больше слово, я иногда тоже слово брак употребляю, но в юридическом таком аспекте. Мне все-таки нравится слово супружество, да? С означает вместе с кем, да? Упруже... Это упругие отношения, да? Как пружина. Как пружина. Поэтому супружество. И можно потреблять термины, которые заменяют вот этот термин брак, как мы говорим. Первое. Отношение завета. Лучше говорить не брак, отношение завета. Второе. Супружество. Я говорил, это напоминает совместное движение упряжки. Или супружеские отношения. И еще семейный союз. Да, семейный. Семейный союз. Видите? Семья и семя, они в русском языке одного корня, да? Если семья, оно что делает? Семья сеет семя, да? Сеет семя, которое рассеивается по всему земному шару. А еврейское слово для семьи какое? Миш-па-ха. Миш-па-ха. А вот посмотрим. Миш-па-ха. Миш-па-ха. Так. Ми. Это как мы знаем всегда часто приставка образующая слова, да? Ше. Оно как и в русском языке и в украинском шо. Что, да? А корень какая? Пах. Пах. И вот когда Господь создал Адама из праха земного, то есть из глины, да? Поэтому говорят Адама и Адам одного корня земля. Да. Он что сделал? Е-пах. Ва-е-пах написано. Ва-е-пах дунул в него что? Дыхание жизни, да? И стал человек что? Душою живою. Ва-е-пах. Итак, семья на юриде это что? Вдохновенное. Ми. Что? То, что вдохновенное. Кем вдохновляется семья? Богом. Да, видите, слово Бога вдохновенное это и есть обозначение слова семьи. Опять, когда мужчина и женщина совершают завет, у нас это называется бракосочетается. Да, граждане брачующиеся, там бракующиеся. В общем, бракоделы. Да, а в иврите это кедушин. Кедушин. Что такое кедушин? Помним? Посвящение, да. Кадош святой. Посвящение. Что такое посвящение? Вы помните, это отделение от чего-то, да, и прикрепление к чему-то. Поэтому отделиться от семьи родительской, да, и станут вместе одной семьей. То есть, они будут что? Посвящены друг другу. Кедушин. Это посвящение. А Н еще означает что? Помните, мы говорили Н? Нехеш змей, а Нахшон большой змей. Кедушин это что? Большое посвящение. Большое посвящение или великая святость. Или великая святость. Дальше. В русской традиции, опять-таки, это от христианской традиции, а христианская традиция откуда произошла? От греческой философии, да? Вот эта традиция, о которой я сейчас говорю, что плохо говорят о семейных отношениях, плохо говорят о сексе, и для нас, видите, секс, как начинается слово секс, люди начинают смешки всякие устраивать, да? Вы понимаете, но в действительности это что? Это Божье. Я, он пытается все Божье взять и выставить, и высмеять. Но секс это величайшее, это величайшее Божье чудо, которое Бог даровал мужчине и женщине. Единственное главное условие, что они должны где находиться? В, да, отношениях завета. Да, в браке, опять-таки, ну, если мы говорим, заменяем это слово, в отношениях завета. И секс это тоже святость. И грубо и оскорбительно относиться к сексу, это то же самое, что оскорблять Бога. Опять-таки, к какому сексу мы говорим? Божьем, в состоянии Божьего завета. Поэтому, видите, всячески дьявол будет пытаться проповедовать какие-то несемейные отношения, правда? А тем более, еще хуже, когда отношения противоестественные, то есть, когда мужчина с мужчиной, женщина с женщиной или с различными животными и так далее. Я не буду на это углубляться. В русском языке, ну, украинском, вы знаете, матерных слов вообще-то от природы не было. Они перешли от русского языка. Есть письмо, казаки пишут письмо турецкому султану. Вы знаете, что там нету ни одного матерного слова? Матерные слова, да, матерные слова, они произошли от русского языка. И вот мы говорим, да, такое проклятие, видите, над народами, над украинским, над русским. Как вот мы слышим речь, да, чуть ли не каждое второе, каждое третье слово, как у евреев определенный артикль «га», так у русских определенный артикль «га», мы знаем какой, да? Естественно. И вот интересно, что в 17 веке Россия буквально на грани уничтожения была. Смуты, лжецарями, политическими интриганами, десятки тысяч людей были убиты, умерли от голода, были разорены, экономика страны была полностью разрушена. То есть, даже хуже положение, чем мы могли видеть, да, в нашем поколении. Намного хуже, потому что, слава Богу, у нас, у нас, хоть войны, еще не было. Много книг было написано о смуте. Но, пожалуй, лучше всех сказал о ней ее современник, дьяк Иван Тимофеев, историк, патриот, мыслитель и гражданин. Вот что он писал. «За какие грехи наказана наша земля?» писал он. «Нет места, где бы горы, холмы не поливались христианской кровью, и долины, и леса наполнились ею, и вода, окрасившись кровью, сгустилась, и звери, и птицы насытились человеческими телами. Почему произошло это?» писал он дальше и отвечал «Наказаны мы за дерзость клятва преступлений, за гордыню, за отказ от упорного труда, за чрезмерное обжорство и пьянство, зла злопамятства к ближним своим, к этому присовокоплю недосытную любовь к деньгам, хвостовство одежды и приобретение множества ненужных вещей». Похоже? История повторяется. И последнее «Нестерпимое зло, навлекшее на Русь гнев Божий, произношение матерных скверных слов, ибо ими мы оскверняем сами себя и матерей наших, и Матерь Божия заступница наша отращает от нас лицо свое и прибывает к нашим молитвам глуха. Сердце наше окаменело, и мы не ждем над собой суда, и Родина наша как вдова, сидящая при дороге и одетая в траурной одежды и страдающая от многих окруживших ее врагов». Вот. Так писал Яков о положении. И одной из самых главных причин, он что говорит? То, что мы произносим своими, то, что мы произносим своими истами. Вот поэтому мы говорили, помните, о Детрихе Банхофере, о восстановлении еврейского, да, в церкви, что это называется, ре-иудаизация христианства, да, и один из таких важных пунктов является восстановление еврейской этики. Помните, Банхофер, когда находился в Альпах, в творческой командировке, он занимался вопросами этики, да, и, видимо, вот это ему открылось. И важно это восстановление положения человека еврейского, а не того, которое господствовало на основании доктрин, сделанных из греческой философии. Это называлось гностицизм. Помните, все духовное хорошее, все земное, а тем более там секс и все остальное плохое, да, женщина это вообще сосуды река и так далее. Вот, но в действительности у евреев не так. Если не евреев брак это уступка природе, снискождение к человеческой слабости, то божественная заповедь и почетный долг для евреев и величайшее благо. Напротив, отречение от супружества и рождение детей рассматривается еврейской традицией как нарушение строжайшего запрета. Какой первый Бог сдал заповедь? Плодитесь и размножайтесь. Можно плодиться и размножаться вне семьи? Можно, но разве это жизнь, да? Я еще раз говорю. Да, потому что будет несчастье и тебе и твоим детям, правда? Вот, предусматривается во всем гармония, мы говорили, во всем предусматривается шалом. И в еврейской традиции единственный, кто может оправдан, что он еще не женат, это, как записано у Рамбама, тот, душа которого неудержна, жаждет Торы и кто предан ей до самозабвения, как Бен-Азай, посвятивший Торю все дни своей жизни и не взявший себе жены. На таком человеке нет вины и то при условии, что его и церкара, то есть дурное начало, никогда не одерживает над ним верх. Это Рамбам законы о браке. А что говорил Павел по этому вопросу? Помните, у всех апостолов были жены, а у Павла жены не было. А что, он вообще никогда не был женат? Павел был членом Синедриона, мы знаем, да? Если бы он не был женат, он не был членом Синедриона. Мое личное мнение такое, что когда Павел стал верующим в Иешуа, вы знаете, какая-то для евреев трагедия, да? Скорее всего, жена его бросила, покинула. Он не стал с ней разводиться, да? И для него не было вопроса о том, чтобы искать новую женщину, он занимался Божьими делами. Но это не обязательно, он говорил, да? Вот лучше пусть женятся, да? Пусть женятся, живут. Хорошо быть так, да? Но опять-таки я же говорю, это тоже дар, который дается, да, человеку. Вы помните, говорили о разных дарах, говорили, даже есть дар бедности. Бедность, это хорошо? Это плохо, да? Но это может быть даром? Это может быть даром, да? Как у Франциско-Азийского. Да. Вот, то есть у него был тоже такой дар, кроме всех прочих. Вот. Но вообще это не нормально. Первая заповедь, которую дал Господь, это плодитесь и размножайтесь. Правда? Пу-у-рву. И заповедь, это начало всех начал. И первая основа само существование мира. Третий день творения Всевышний сотворил растительный мир, и наделил его плодородием. И сказал, да покроется зеленым покровом земля, травой, родящей семя, деревом плодовитым, приносящим плоды. А в пятый день он сотворил первых высших животных, да? И дал им заповедь, плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды, моря, птицы пусть возятся на земле. В шестой день сотворил мекопитающих, человека, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да. Видите, растениям было дано это. Нет? Вот. Да. Червям была такая заповедь. Помните, мы говорили, и шарцу, пусть шарятся, они себе шарятся, да? И рыбы шарятся, вот, и всякие другие существа шарятся, да? А вот, заметьте, животные высшие млекопитающие, они образуют семьи? Многие образуют семьи, да? Мы у слонов такое можем видеть, да, у лебедей там и других, это тоже служит как-то примером для нас, да? Когда образуется пара. А тем более, а тем более, когда да, у человека кроме той души, нише души, нефеш, что еще есть? Высшее, нешама, да? То, что может прославить Господа, да? И когда Бог вдохнул свой рог, так, и что он вдохнул? Нешама, дух. Он вдохнул нешама, нешама, то есть высшее. Поэтому у растений и у червей душа есть? Нешама нет. Нет у них ни нафеша, да? Ненешама. У животных высших, у тех, которых мы по должны кровь выпускать, да? У них есть душа, потому что кровь и душа. У рыбы мы выпускаем кровь? Нет. Значит, у них нет души, да? Да. У них души нет. Вот. Но мы, там другая кровь. но я говорю, тут имеется ввиду не в крови вопрос, не в том, чтобы кровь выпускать, а там, где те животные под другому отношению к тем животным, которые имеют душу, правда? Тут главное не в крови, не в лимфе, не в жидкости. Выходит, что имеют. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Просто, когда ною была дана заповедь, он мог есть змея. Он мог есть не кошерных животных. Он должен был выпустить. Вот мы еще раз, мы читали с вами Торох? И говорили, что присмыкающиеся высшие, да, они к какому относятся? К тем существам, которые имеют нефеш. А не шама имеет только кто? Только человек. Только человек имеет высшее, то, что прославляет Господа. Видите, коль не шама, тиха лелья. Птички тоже квоют, конечно. И в них заложено это инстинктом. Утром. Да, и лягушки квакают, прославляют Бога в них заложено это инстинктом. Но только человек может прославить Бога сознательно. Или похулить Бога сознательно. Поэтому животные, еще раз говорю, делают нечто похожее на супружеские отношения, да? Но только человеку Бог заповедовал, что? Один мужчина и одна женщина. Когда говорится вопрос о многоженстве, братьях, многоженстве и так далее, это что? Уступка. Это уступка тем социальным факторам, которые были в то время. А какие тогда были социальные факторы? Ну-ка, подумайте. Мало мужчин и много женщин. Да, да, совершенно верно. Видите, значит, что делать, если женщина лишалась мужа? Видите, она лишалась средств существования. Женщины адвокатов тогда не было. Правда? Вот, и так далее. Женщина, она должна была быть при муже, или, если она не замужняя, то отец за нее нес ответственность. Правильно? То есть, такая женщина, она оказывалась без средств существования. Единственное, ее путь куда был? Видите, на панель. Мы говорим о проститутках, были проститутки. Наш проротец этот, как его, Иуда, да? Значит, уже были в то время? Да, были, значит. Смотрите, были, значит, в то время. Поэтому, женщина без мужа, она либо находилась под покрытием какого-либо мужчины, своего близкого родственника, либо брата, да, мужа своего. Она тогда должна была выйти замуж за брата мужа своего. Кстати, такое же в Казахстане наблюдалось еще до принятия христианства. Это почему? Потому что сходные условия жизни кочевых народов. Либо мужчина мог брать несколько женщин, да? Если он захватывал каких-то пленниц, он не мог просто заниматься сексом с рабыней и принудить ее к сексу. Если получался такой случай, Тора тоже предусматривала определенные вещи. Она становилась наложницей, она имела меньше прав, она имела меньше прав, чем законная жена, но она все равно находилась в каких-то определенных отношениях, да? Регламентированных Торы. То есть, это было сделано в данном социальном устройстве. Но это был план Бога. Если это был план Бога, то, наверное, он сотворил двух женщин. Или трех, или четырех. Но больше двенадцати уже не сделал бы. Ребер не хватило бы. Правда? Еще раз по этому поводу в Сахмуте заявили, что в иудаизме официально было отменено многобрачие по одной простой причине, скажем, для того, чтобы жить в среде христианской, чтобы не выглядеть аморальными, что это как бы предпосылки в арабских правах. Ну, хорошо. Давайте, поскольку это записывается, дискуссию немножко позже. Но здесь вопрос такой насчет многобрачия. Получалось, что в десятом веке, в десятом веке, вы помните, встал такой вопрос. Десятый век – это начало Христового похода. У мусульман было многоженство, да? У христиан не было. А у евреев, евреи, они пришли как бы с восточного общества. Поэтому в то время уже у большинства евреев была одна жена. Но были евреи, которые имели несколько жен. И для того, чтобы не обвиняли евреев, да, приняли такое решение. Но я еще раз говорю, Божий план какой? Один мужчина, да, и одна женщина. То, что у евреев было по нескольку жен во времена Иешуа. Как мы можем это определить? И даже было несколько жен у верующих христиан. Помните, кто? Епископом или пресвитером может быть кто? Муж одной жены. Это не значит, что это тот, кто один раз только женился и уже второй раз если у него жена умерла, он жениться не может. Этого не значит. Приходили разные люди. Что с лишними женами сделать? Выгнать их. Выгнать, значит, оставить без средств существования. Вы понимаете, такая же проблема, это важно. Такая же проблема стоит у тех людей, мусульман, которые становятся христианами и имеют несколько жен. что с ними делать? Да? Ну, говорят, в Африке, там, в каком-то вождю племени или царьку пришел миссионер, вот, проповедовал, все, говорит, нормально, приняли они все Христа, а потом он говорит царьку, это вызжай, говорит, у тебя же проблема, вот у тебя же десять дежур. На следующий день он приходит, ништяк, говорит, у меня теперь только одна жена. А где остальные? Куда их денешь? Вот так законы Израиля, если приезжают из Эфиопии, если приезжают из Йемена, если приезжают из мусульянских стран, хотя в Израиле принято только один муж и одна жена, но разрешается продолжить это только с целью чего? С целью того, чтобы эти женщины были социально защищены, да? Вот, но он уже не имеет права брать еще жен дополнительно. А если у него было несколько жен, то он что? Не мог управлять церковью. Почему? Видите, какой критерий? Кто самый лучший управляющий церковью? Неженатый. Нет. Тот, кто управляется со своим домом. Вы знаете, неженатый, ну, хорошо, если он пребывает в Торе, но у него тоже будут некоторые проблемы, если будет консультировать супружеские пары или говорить об отношениях с детьми, так он знает теоретически, теоретически, да, теоретически, но очень трудно практически человеку, не испытавшему это, вообразить и что-то представить. Так что, действительно, тот, кто управляет своей семьей, видите, это не сказано, что это самый выдающийся мыслитель или тот, кто лучше всех знает Тору, да, но тот, самый лучший управитель, кто? Сначала наводит порядок где? Доме. Таким образом, все начинается с семьи. И как вы видите в доме отношения, так будут отношения и в церкви у этого руководителя. Хорошо. Откуда у человека стремление к продолжению рода? Из чистого источника, из воли Творца, говорит еврейская мудрость, которому желанные дела человеческие, который хочет, чтобы человек продолжал существовать. Вселенная милостью строится, а самая величайшая милость, которую Творец оказал своим созданием, это то, что он оставил им немного работы, чтобы они довели его дело до конца и тем самым оказались полноправными его соучастниками. Видите, хлеб не растет на деревьях. Правда? Вот. Поэтому Бог создал так, чтобы человек выращивал зерно, чтобы он молол, чтобы он что-то делал и делал хлеб. Мы могли бы пойти где-нибудь на дерево посмотреть, выросли табуретки у нас, стулья, столы, да? Но для того, чтобы сделать это, нужно срубить дерево, нужно совершить какую-то работу. И когда мы строим, когда мы строим семью, мы тоже совершаем работу. Ну, в Эдамском саду, видите, жили Адам и Ева, но не было такого развитого общества. Я думаю, что есть такое еврейское положение тикун алян, исправление мира, да? Мы говорим, что Бог создал мир совершенный, и это верно, но он что-то оставил и для того, чтобы человек делал в этом мире, да? И таким образом, строя супружеские отношения, мы творим новые миры, потому что каждый человек это целый мир. Вы знаете, что по иудаизму убить человека это то же самое, что разрушить вселенную. Каждый человек это целый мир. Поэтому Бог дал человеку такую бесконечную волю к созиданию, творчеству. Любовь только что родившуюся на свет ребенку. Каждый только что появившийся на свет твари заботиться, вырастить, умножать, чтобы само существование мира зиждилось на делах населяющих его созданий. Вот такое и есть является краеугольный камень вселенной. Помните, Эвенштия. Что такое Эвенштия? на храмовой горе есть особый камень. Говорят мусульмане, что оттуда стартовал первый космический путешественник Магомед. Да? Вот. И этот камень до сих пор считается основанием мира. В Библии мы говорим выражение краеугольный камень. То есть то, с чего все начинается. Вот таким краеугольным камнем, таким началом всего является отношение супружества. Это отец, мать, дети. И когда Бог оценивал, некоторые дни он даже несколько раз говорил хорошо. А однажды он сказал нехорошо. Нехорошо что было? Человеку быть одному. А хорошо когда что? Когда есть жена. Сказал Раби Элизер, человек, у которого нет жены, не человек. Как сказано, мужчина и женщина сотворил их и назвал их человек. Да? Итак, это муж и жена. Когда они вместе, они человек. Когда отдельно мужчина и женщина, это только часть человека. Они могут существовать, да? Знаете, червя можно разрубить пополам, и будут два червя. Но хорошо ли это червя? А разрубить человека, надо вы. Бог так вот создает, что рождается мужчина и рождается предназначенная ему женщина. И они встречаются, не бойтесь. Это не значит, что ваша вторая половина родится где-то в другой эпохе, в другом веке, или в таком месте, где вы никогда не можете встретить. Бог делает так, чтобы они обязательно встретились, да? Если мы знаем, сейчас, я вам говорю, дискуссии будем потом, да? Если мы знаем, что мы находимся в Божьем плане, то обязательно эти две половинки встретятся. Главное, как говорится, не потерять время, да? Найти именно не слишком рано, не слишком поздно. Помните, поторопилась Сара и дала другую жену Аврааму. И что с этого произошло? Большие проблемы, да? Большие проблемы. То есть, настоящим человеком вот это тот, у кого есть жена. Поэтому мужчина и женщина, они что? Басар Эхат. Употреблено тоже слово Эхат, которое говорится о Божьем единстве. То есть, единство в семье это что? Это такое же единство, как Божье единство. Эхат. 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 Ну, есть разные мнения. Некоторые говорили, что в начале человек был сотворен как имеющий мужское и женское начало, да? То есть, как Ермафродин, мы уже говорили, у любого мужчины, закладываются зародыши и женские половые органы. У любой женщины, да, есть и мужские половые органы, только они не развитые. Да, но когда посмотрел Бог на этого совершенного человека, который был, и мужчина, и женщина одновременно сказал, что? Нехорошо. Почему? Людям важно еще дополнять друг друга. Вот представьте себе, если мужчина и женщина, если они абсолютно одинаковые, хорошо это или нет? Плохо, да? Некоторые говорят, что когда одинаковые, это хорошо. в действительности они что должны? Дополнять друг друга. Они должны дополнять друг друга и тогда они станут единым целым. А одинаковое оно что? Отталкивается, да? Плюс от плюса что делается? Минус от минуса отталкивается. То есть плюс и минус соединяются вместе. И мужчина и женщина становятся неразрывны целым. И Бог создал жену откуда? Из ребра, да? Из ребра. Эц, кость. Эц, это не просто ребро или кость, да? А это что? Целя, целя, ребро, эц, это кость, да? Целя, это еще сторона, ребро означает. Еще целюм, однокоренное слово, фотография, да? Эцель, эцли, мое, эц, кость, да? Эц, эцли, кость, какая? Моя, да? Эц, эцли, басар, басари, моя кость и моя плоть. Так характеристику да. Вот. И если сотворен не из головы, чтобы женщина не превозносилась, да? Не из ног, чтобы мужья не тортал. Некоторые говорят, что женщина была сотворена из хвоста, поэтому Адама хвоста нет. Но Бог не сделал ее из хвоста, а из чего сделал? Из ребра. Ребро близко к сердцу. И еще ребро дыхания, да? Дыхание, дух, душа. Вот. И это важно, потому что женщина – это душа семьи, правда? Ребро защищает жизненно важные окна. Еще мы будем говорить о выражении, что женщина окрутит мужчину, да? Она окружает его заботой. Да, окружает его заботой. То есть, видите, какое важное значение. Учили в Ишибе рабе Ишмаэля. До 20 лет Всевышний все ждет и высматривает, когда же этот человек женится наконец. Если ему минует 20, а он еще не женат, он приступает и отвергает заповедь Торы. Так говорит Рамбам законы о браке. Медраж Эйха говорит, благо мужу, несущему с молоду бремя, бремя Торы, бремя семейной жизни, бремя работы. Ну, мы слово бремя относим как нечто к плохому, да? Но в действительности что такое бремя нести? Это бремя, упряжка, тяжесть, то, что мы несем, то, что мы делаем, и говорится о трех бремени. Бремя Торы. Хорошо выполняется заповеди Торы? Порой нам это кажется тяжелым бременем. Но в действительности это благо для нас. Бремя семейной жизни, да, и бремя работы. Человек должен иметь ответственность. Ответственность за все, что он делает. Вот чем отличается незрелый человек от зрелого? Вот незрелый человек может быть умнее, да? Незрелый человек может быть больше знать, допустим, да. Но зрелый отличается чем от незрелого? То, что он берет на себя ответственность, да? Вот эта ответственность и есть время. Хорошо.